Верховный шаман Религиозной организации шаманов Хаан Тенгери Баир Жамбалыч Церендаржиев Здравствуйте Баир Жамбалыч Вы в гостях нашей программе В нашей студии не в первый раз Буквально с последней нашей встречи Прошло совсем немного времени Тем не менее в вашей организации Религиозной Хаан Тенгери Произошли такие серьезные статусные изменения С чем они связаны Расскажите пожалуйста Здесь у нас наши религиозные организации Во-первых мы централизовались И у нас сейчас Организация называется Межроригинальный центр шаманов Хаан Тенгери И здесь под нашей эгидой Уже мы Работают три организации Это за Байкальском крае Шаманская организация Хунчубун В городе Иркутске Работает Религиозная шаманская организация Байкал И у нас Религиозная организация шаманов Тенгери И под эту эгиду Приехали вот именно Шаманы С Астрахани С Астраханской области Они организуют там Шаманская организация Называется Сарай Баты И также Очень рады Зайти Под эгидой Хан Тенгери Шаманы Омской области Они Уже Создали свой устав И отправили На рассмотрение Шаманская организация Называется ВИДАРА И представительство Нашей организации В городе Москве Она называлась Кузнечный молот Сейчас они хотят Написать Устав И зарегистрироваться В Министерство юстиции Города Москве Как местная Религиозная организация Шаманов Кузнечный молот Это тоже будет Ваша Ну как бы структура Да Отделение Наше будет отделение И как Она будет работать Как отдельная Шаманская религиозная организация Мария Жанбалович Интересно Как правило И в том числе Это касательно Религиозных организаций Может быть даже В первую очередь Все стремятся К разъединению К тому Чтобы вот Свои ветви Свои там Направления А тут С точностью Все наоборот Это хорошо Как вам удалось Начать Централизацию Именно Вот этих Организаций Я думаю Что Централизация Вот Самой Этой Структуры Вот именно Организации Создания Института Шаманизма Была Первой Необходимостью Потому что Вот именно Возрождение Шаманизма Уже Давно Идет Среди нас В бурятском Народе Но Ввиду того Что вот Мы буряты Живем В трех Регионах Нашей России И мы Вот именно Должны были Вот именно Централизоваться Именно Традиционное Чечение Шаманизма Потому что Как правило Новый Шаманизм Как говорим Нео-шаманизм Она Идет Как Сама По себе Идет Она У каждой Своя школа Свои понятия И свои Уставы Скажем Заповеди А традиционная Чечение Шаманизма Она Была Под одним Взглядом И под одним Сырье Задачей И сейчас Я думаю Что именно Пора Уже Объединяться И создавать Центр И Чтобы Именно Наш Бурятский Традиционный Шаманизм Широко Воспринималась Именно Россия И за рубежом Как Одна Из Ведущих Религий Наших Предков Вот Вы сейчас Упомянули О неошаманизме Я в этом В этой связи Хочу вас спросить Вот На одном Из каналов Есть Достаточно Популярная Программа Которая Называется Битва Экстрасенсов В последнем Сезоне Там Участвовала Русская Женщина Шаманка Как она Сама Себя Представляет Вот В данном Случае Как Я не говорю О борьбе Там Между Неошаманизмом Традиционным Шаманизмом И тем не менее Как вы К этому Относитесь Вообще Вот Именно Когда Создавался Эта Программа Битва Экстрасенсов Она Представляет Не столько Как бы Реальные Какие нибудь Взгляды Она Представляет Во-первых Шоу И я Думаю Что Как Все Религии Не должны Были Вот Именно Идти Как бы Вот Такие Программы Во-первых Это Дискредитирует Вот Религиозную Саму Организацию И религиозные Вот Какие-то Постулаты Но В целом Вот Именно Как Неошаманы Участвуют Вот Таких Мероприятиях Это Говорит О том Что Все-таки Вот Она Вот Неошаманизм Ближе Каким-то Вот Именно Психологическим Каким-то Чечением И так далее Но Не самой Религии Понятно Это Ближе Вот Тем Людям Которые Представляются Как Колдуны Да Колдуны Ведьмаки Или Сектанты И так далее Тому Подобное Но Все-таки Здесь Был Очень Интересный Случай Вот Ко мне Попал Ученики Молодой Человек Города Москвы Который Окончил Духовную Семинарию Православную Семинарию И сам Работал В церкви Батюшкой И Он Сам Панасанец Русский И Вот Он Решил Именно Вникнуть Религии Своих Предков Он Очень Начитанный Человек И Он Имеет Религиозное Образование И Я думаю И В этом Плане Он Как Мне Объяснил Свой Подход К этому Он Объяснил Что Вот Наша Славянская Вот Именно Вера Предков Она Забыта Забыта Давно И Возрождается Очень Много Славянских Религий Традиций Но Она Возрождается Вот По Типу Не Шаманизма И Здесь Ему Это Все Не Нравится Что Понять Вот Именно Глубину Всего Именно Веры Предков Он Решил Именно Пойти Вот Именно Традиционную Школу И Узнать Внутри Что Это Такое Она Как И Сейчас Вот Он Уже У меня Как Два Года Работает И Мы Часто Беседуем И Он Как Объяснил Вот Именно Вот Такая Нужда Была Вот Именно Заповеди Работы Сама Вот Именно Работа Шамана И Само Мышление Философия Шаманизма И Шама Сама Вот Именно Вот Обрядовые Действия Которые Мы Говорим Сакральные Действия И Вот В этом Кроется Видимо Секрет И Здесь Вот Видимо И Народы Вот Именно Умные Люди Всегда Ищут Именно Традиционные Чечения Я Вот Знаю О том Что Слышал По крайней мере О том Что Посвящение Шаманы Да У нас В Улан-Удэ В Бурятии Вообще Самое Тяжелое Среди Всех Остальных Школ Или Так Будем Говорить Направление Шаманизм Это Правда Ну Это Так Должно Было Быть Потому Что Все Так Мы Сохранили И Сохраняем Вот Традиционную Форму Именно Посвящение Вот Его Сакральность Потому Что Вот У нас Именно Посвящение У Бурят Идут В течение Трех Суток То Три Сутки Постоянно Камлане И Постоянно Контакта Своими Предками Своими Божествами И Конечно Вот Это Посвящение Действительно Очень Трудно И Если Человек Имеет Вот Этому Предпосылку Если У этого Человека Есть Именно Шаманские Корни Именно Вот Генетика Его Принуждает К этому Действию То Этот Человек Получает Полное Удовольствие То Ему Я не Думаю Сказать Что Ему Трудно Но Он Получает Вот Это А Ввиду Вот Именно Скажем Взгляда Со стороны Присутствующих Или Участвующих В этих Обрядах Конечно Бывает Прудновато Боид Жанбалыч Мы Вот С вами Во время Нас Последней Встречи Говорили О том Что Люди Иногда Бессознательно Может быть И сознательно Ну Не зная Каких-то Вещей Вторгаются В природу В совершенно Сакральные Заповедные Места Это Разговор У нас Было Так Называем Жарчихин Разработки Жарчихинского Месторождения Сейчас Речь идет О разработке То же самое Каких-то Строительных Там Я не знаю Материалов В районе Табхара Тоже В заповедных Шаманских Местах Вот Как Вы к этому Относитесь Вообще Шаманизм Издревле Вот Отношение Шаманизма И отношение Шамана Скажем Природе Была Она Очень Сакральная Она была Очень бережной И Любые Вот Именно Отношения Землей Делались Именно С разрешением Самой Земли И с разрешением Вечного Синего Неба Здесь Почему Так Потому что Любое Вторжение Скажем Нашу Землю Несет Очень Большую Рану И Незгладимую Рану Которая Она Не Не годами А я думаю Веками Вот Она Несет Тем людям Которые Живут На этой Местности То есть Вот Если мы Разрабатываем Какой-нибудь Участок Вот Она Может Два Три Столетия Нести Вот Людям Которые Живут Окло Них Какие-то Очень Большие Негативные Воздействия Потому Что Это Наравне Так же Как бы Повредить Себя Отрезать Палец Или Отрезать Свои Уши Или Что-нибудь На Вроде Этого И Вот Наша Природа Становится Вот Как бы Недееспособна Чтобы Гармонизировать Своим Человеком И Конечно Вот Вторжение В природу Бывает Вот Именно Во Имя Чего-то Во Имя Скажем Людей Которые Живут На Этой Местности Во Имя Каких-то Больших Целей А В данный Момент Я думаю Что Вот Эти же Вторжения Ведутся Именно Для Обогащения Одного Человека Скажем Коммерческих Фирм Или Каких-то Организаций Но Не Государством И Здесь Прямые Люди Которые Живут На Этой Местности Будут Получать Основной Удар Здесь Именно Мы О своих Молитвах О своих Обращения Божествам Мы Всегда Извиняемся Перед Природой Просим Извинения За Такое Содеянное Но Я думаю Что Сейчас Мир Стал Более Такой Общим И много Общественных Организаций И я думаю Что Надо С этим Вести Какой-то Диалог И Вот именно С экологической Точкой зрения С религиозной Точкой зрения Вот это Рассматривать На Другом Уже Уровне Время Прошло Уже Байдер Жанн Балыч Мы С вами Беседуем Светлый Праздник Наш Традиционный Сагалгом Праздник Белого Месяца Вот как Шаманисты Шаманы Отмечают Вот этот праздник Есть Какие-то Определенные Традиции Я Я думаю Что Вот именно Во всех Религиях И я думаю Что Наши Предки Они Бережно Относились К Новому Году К новому Перемене Они Всегда Люди Ожидают Вот именно Новому Году Нового Благополучия Именно Счастья Чтобы Их окружало Вот именно Свет Окружало Вот именно Благополучие Но Здесь Вот Именно Традиционном Течении Шаманизма Вот именно Мы Шаманиты Издревле Отмечали Вот праздник Именно Создавали Итог Прожитому Году У нас Отмечался Праздник Именно Конец Лето Конец Середине Осени Когда Выпадала Первый Снег Это Почему Потому что Это По достатку Своего Скота Именно Когда Создавался Именно Благополучие Семьи Родом Государством И Отсюда Подводился Итог Но Приходом Вот именно Мы Все Общества Живем Своей Общественной Жизнью И Вот именно У нас Вот именно Как У всех народа Живущих В Азии Здесь Новый год Отмечается По лунному Календарю По буддизму И вот Скоро У нас Наступит Именно Год Синеватой Лошади Я думаю Что Именно Та Вот Как Именно Отмечает Встречает Этот год Буддисты И Шамониты Они Одинаковые Я Здесь Скажу Что Потому Что Буддистская Традиция Гилукба Вот именно Ламаизма Грим Она Много Взяла Вот именно Много Взяла От Шамонизма Чечения Бон В Тибете Тибетского Шамонизма Очень Много Взяла Вот Почти Основные Фастулаты И Здесь Вот именно Встреча Года Вот Также Отмечается Все Буряты Издревле Отмечали Вот Ожидали Год Именно Они Сперва Чистили Себя Были Красиво Одеты Духовно Чисты Они Украшали Свой Дом И Всегда Ставили Алтарь Алтарь Для встречи Нового Года Новый год Как Новый Приход Человек И Здесь Они Встречали Его Достоинством И Почтением Как Встречишь Новый год Такова Будет Твоя Жизнь В следующем Году И Вот Поэтому Вот Именно Схожие Наши Встречи У нас Религиозная Организация Хантингри Вот Центре У нас Центре По Барнурске 163 Мы Будем Так Встречать Сперва Проводим Этот Год Будет Омывение И После Этого Будет Первый Лунный День Будет Встреча Нового Года И Здесь Будут Спускаться Наши Божества Наши Предки И Будут Именно Говорить Вот Какой Человек Пришел Как Код Пришел Как К ним Нам Обращаться Какими Вопросами К ним Подходить И Как Он Будет Миловать Нас Этого Года Я Думаю Нас Отмечается Уже Давно И Вот Каждым Годом Круг Все Больше И Больше Очень Много Народу Встречает Вот На Центре Абсолютно Такой Приземленный Вопрос Боя Жан Балыч Сейчас У нас Идет Такая Тенденция Вообще Во всем Мире Коммерциализации Всего И Тут В том Числе И Нашего Дорогого Родного И всеми Любимого Байкала Я Име Ввиду Строительство Вот Этих Гостиниц Баз Отдыха Ну Наверное Это Может Быть Хорошо Я На нашей На бурятской стороне Байкала Какой-то Вот Может быть Небольшой Такой же Храм Или Центр Именно Шаманистский Именно Под Вашей Организацией Ханты Энгари Я Думаю Что Байкал Она Всегда И Имела Вот Такое Сакральное Место Она Сейчас Вот Именно Среди Шаманистов Всего мира Считается Центром Вот Именно Поклонения И Вот Именно Наш Байкал Вот Она Несет Какие-то Глубинные Знания И Все Ученые Мира И Все Люди Именно Обращены Взору Байкалу И Вот Наши Предки Всегда Вот Они Жили Вокруг Байкала И Молились Байкалу И Здесь Вот Наша Конечно Основная Цель Построения Вот Там Именно Своего Храма Места Молебнов И Именно Я думаю Что Наши Ханты Гри Будут Хататайствовать Перед Правительством Перед Нашими Мужами Чиновниками Выделение Вот Именно Земли Для Молебнов Для Построения Вот Таких Священных Мест Мы Будем Искать Я Думаю Что Как раз На стыке Когда Вот Именно Когда Наша Могучая Река Селинга Впадает Байкал На этом Месте Мы Будем Добиваться Именно Той Земли И Построения Вот Такого Святого Места Что касательно Строительства Храмов Я знаю Что Люди Пожилые Ну Как мы Называем Старейшины Они Зачастую Бывают Именно Против Строительства Таких Храмов Как Вы Планируете Которые Начали Уже Строиться У вас Сейчас В центре На Барнаульской Как вы Планируете Построить Я Надеюсь Что ваши Планы Существятся На Байкале Вот Как Вы Считаете Они Говорят Что Здесь Нельзя В храмах Нельзя Шаманам Строить Храм Короче Говорят Так Я Думаю Что Люди Которые Пережили Вот Это Государственный Строй Один Вот Скажем Построение Коммунизма Светлого Будущего Век Именно Атеизма На данном Моменте Они Конечно Глубоко Ошибаются И утрируют Все эти События И здесь Мое мнение Что Вот Например Если Это было 1900-х годах До Революции И Вот Это И те же Вот Старейшины Шаманицы Собрались бы И Под Одно Знамя Скажем Под Одно Центральное Была бы Сознана Централизованная Организация Были бы Только За За Построение Храма Потому Что Время Давно Уже Перешло Перешагнуло Именно В этих Центрах Вот Этих Институтах Будут Создаваться Вот Именно Вот Создаваться Вот Структуры Шаманизма И будут Сохраняться Вот Именно Те Сакральные Знания Чтобы Была Передача Детям Внукам Чтобы Это Вот Которые Сохранили Вот Это Знание Оно Перешло Другое Поколение Борис Немного Детям С пожелания принести вот именно божества, ведь в каждых детях есть частицы Бога, наших предков. Желаю вам счастья, удачи, благополучия, мира вам и добра, чтобы прозвитал ваш род. Спасибо большое, спасибо за замечательные слова. Разрешите от имени нашей телекомпании поздравить вас с наступающим Новым годом. Пожелать вам, чтобы все ваши мечты, все ваши планы осуществились в этом году. Но, по крайней мере, если не все, то больше их части. Уважаемые телезрители, это была программа «Открытый эфир». И у нас в гостях был Верховный Шаман, так скажу, централизованной религиозной организации Хаан Тенгери, Байжамбалас Триндаджиев. Я Владимир Банчиков. Желаю вам всего самого доброго. Берегите себя. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин